Вещь делает то же самое, но здесь нужна координация движения. Она нужна именно координация движения. То есть одна восьмя сверху вниз, ругая снизу вверх. Она похожа внешне на эту, но внутренне она отличается. Вообще придумать всяких восьмерок, ну я имею ввиду, основная компания приняла чертают. И в сочетании того, что ну да, крупный, выхватный. То есть это как бы и вот так. Вот. Следующая такая восьмерка делается. Одна вперед, другая назад идет. Раз, раз, раз. Это типа черта, только еще один подкарк добавляется, так? Нет, немножко по-другому. Здесь во-первых, наши кисти работают больше, и посторонние направились в движение. То есть если одна идет вперед, другая идет назад. Угу. Ну а черт там уже не так? Черт, она больше не тратает. А здесь именно... У меня до вот этой вещи солдат додумался самостоятельно тоже. Крутил, крутил. Вот. Ну и следующее такое движение, чтобы было просто и понятно еще восьмерку. Вот раз. Делать тоже можно и двумя шашками делать, можно и одной. То есть спереди, сзади руки или вот. Переход возьмем. Раз. Нет, нет, не возьмем. Видите, обратите внимание, я ее не буду веду. Только в киадичных точках я меняю. Угу. То есть просто оборудуем... Да, вот раз поменял и спереди пошел. И спереди пошел. Там, например, либо поднимается спереди, либо опускается спереди. А подниматься и сзади. Понятно. Вот. Основное, собственно говоря, преимущество шашки. У вас ножен, к сожалению, нет в шашке. Но это то, что ее можно мгновенно выкрутить. Вот. Упражнение по выхватке. Вот, как это делается. Ухватывать, соответственно, все основные удары, которые возможны, они все применяются. Значит, сначала самое простое, это косой удар вперед. Делается очень просто. Раз. Наносится таким вот образом. Он его делает на все четыре стороны, соответственно. То есть можно... Вот. Можно сюда делать. Соответственно, назад. и в какую-то сторону тоже. Вот. Желательно после выхватывания тоже не тормозиться. Как я сейчас делаю. То есть я после удара останавливаюсь. А именно продолжать как бы движение и приходить на что-нибудь другое. То есть, например, сразу несколько ударов делаю. Вот. Это значит самый простой. Самый первый. Возможности. Это горизональный удар. Он сложен... Ну, сторону сложного отличается только тем, что надо подкрутить ножны. Ножны. То есть. Раз. Соответственно. И тоже на четыре стороны его можно делать. Вверх. И дальше там продолжаем. Как вот. Там будет складываться винтбол. Снизу вверх. Опять-таки. Надо подкрутить ножны. И затратить их вот так вот. То есть. Здесь основное. Если в предыдущих двух основной была правая рука. То есть цепица. То в этом случае. Основное именно. Левая рука. Управление ножны. То есть. Не раз. Делаем. Похоже на японское. Но я. Ой. Такие шаги бухтить. Соответственно. И. Есть кол еще. Соответственно. Кол делается шагами назад. То есть. Мы сначала вытаскиваем. А потом колим. Вот. Так как он сам не утоплен. То его можно только назад. Вот. И. И. Еще раз. Восьмой раз. Восьмой раз. Восьмой раз. Восьмой раз. Вот. Вот. Это в принципе рассчитано на. То что человек. Которого вы хотите убить. Скажем так. На вас идет. Вот. И. Еще. Один. Это. С обратного. То есть. Сделается таким вот образом. Хоп. Восьмой раз. Вот. И. Значит. Если по уставу. Смотреть на ударов. Всего. Там. Немножко. Скажем так. В основном. Они делают. Значит. Стойки. Наверное. Вот. Такое вот. Вот. Вставание. Ну. Это. Просто для ознакомления. То есть. Удар. В основном. Вьется. В предплечье. То есть. Кавалерийская схватка. В основном. В плече. То. В пешей схватке. В основном. Задействуется. В предплечье. То есть. Горизонтальный удар. Это. Вот. И. Обратно сюда. Вот. Соответственно. Сверху вниз. Вот так вот. То есть. Сначала локоть. Потом. Раз. И. Сюда. Обратно. И. Возвращаем. Вот. Соответственно. Ну. Все сектора. Вот. Таким вот образом. Есть традиционная. Значит. Отработка. По ладе. Это. Отработка. То есть. Ставится. Палочка. Сначала. Потом. Метки. И. По ней. Рубится. Сначала. Просто. Установишь. Ставишь. Возвращаешь. И. Потом. Движение. То есть. Шагом. То есть. Вот. Она стоит. И. Подойдя мимо. И. Потом. Бекон. Вот. На самом деле. Звучит. Бекон. Но. Если попробовать это сделать. Это очень легко. Вот. Значит. Второе упражнение. Возвращение. Рубка. Воды. То есть. Печет вода. Там. И. Вот. Её. Надо разрубать. И. Вот. Воды. Не было. Ну. Как вы видите. Хорошие упражнения. В том случае. И. Венок. Это. Ржавеет. Не знаю. Вот. Хорошие упражнения. Вот. Нарабатывали. Рубкой снега. Тоже. Не беспредельно. То есть. Пару раз. Он рубил. Разбегается. Пару раз. Он рубил. Разбегается. И. Главное. Чтобы не было. Городного. Субробы. Соответственно. Не вылетали. Субробы. Все такое. На том протяжении. То есть. И. Городовость надо тянуть вперед. То есть. Раз. Вот. Чем дальше у вас. Прорезание. Линия. Тем лучше. Вот. Значит. Потом. Ещё упражнения. Как бы. Не учиться. Рубку навоза. И. Поставку. Постановки силы удара. Так скажем. То есть. Навоженная куча. Ну. Не навоженная куча. В смысле. Король. А. Аппонский навод. Если кто-то знает. Он имеет такой специфический вид. Так сказать. Тоже следует. Вот. Тоже следит за тем, что был нормальный удар. Вот. И. Немножко попадает. То есть. То есть. То есть. В конах. Хороха. Или. То есть. Вставишь по этому. Вот. Вот. Тоже срубается. Сейчас. Воземлений. На русскую бутылку. Ну и на самом деле там экзотичное воздействие невозможное, полезное, это, соответственно, призвание бараньки. Ну да, но в Кавказе там на самом деле. Но зато реальное ощущение призвание. Так что касаемо руки, вот так вот, соответственно, сверху-внизу два удара, сразу налево основные удары, горизонтальный удар, соответственно, на другую, и следующий вверх. Вот, в принципе, вот что, что я пока только выхватываю, тоже все уже можно стойкость скидать. Вот, переставить в одну или еще одну. Хорошо, теперь я познакомлю вас с несколькими парнями упражнениями. Значит, первое упражнение, которое, в принципе, делается в парне, ну, мне нужен кто-нибудь из вас. Ну, это на поворачивание, скажем так, берется, например, ну, острая, не острая шашка. Ну, сначала надо приводить дневную шашку, да? Да, потому что он не повредит. Вот. И дело это следующее. Человек стоит, это может быть один человек, несколько человек. Вот. Я наношу, ну, небольшой удар, и он должен отходить корпусом. То есть, вот, сделаю. Вот. Вот. Он может сзади заходить, сбоку. Задача стоящего – не сходить с места. То есть, он может двигаться корпусом, как хочет. То есть, там вся, присаживаться, уходить. Вот. Вот. Задача такой еще – работать в этом темпе, чтобы защищающийся успевал. То есть, если, конечно, мы начнем, там уже хватить, кстати, бурю. Вот. То, он даже больше от этого не будет. Вот. Ну, попробуем сделать упражнение. Вот. 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 Да. 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 Сюда, вот. Ну, да. Вот, вот, вот. Да. Вот. Так же. Да. Спасибо. Возможно ли, по-другому, поиск, по-другому. Важно научить партнера, как бы уходить в работе. А именно научить его, чтобы он больше работал в корпусе. В принципе, желательно, чтобы человек, это упражнение можно назвать бреньем. То есть шашку он проходил буквально вот так вот по корпусу. К этому надо стремиться. И самое главное, чтобы человек, за который работает, он стоял сюда. Который атакует, он стоит и выходит. Вот. Вот. Я. Как угодно. Вот. Вот. Вот он ушел, скажем так. Вот. Но, в общем, на самом... А в горизонтальных ударах? Вот. 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 Вот нанеси. Живот? Вот. Горизонтально. Защита. Ну, защита. Защита. Ну, защита. Защита от работы. Тише. Это обусновленный уход. То есть один другого берет шашку. Ну там, шашку полку. И гоняк. Тот может перемещаться, соответственно, к охоте. Тоже, опять, это зависит от скорости. Тише может перемещаться. Основное движение защиты. Чтобы оно получалось, это, так называемый, гайдинг. Наслышишь? Вот. Все это заключается с том. Вот, например, если я груз вверх, да? Ты уходишь, да? Я груз вверх, соответственно. Вот. Ну, в принципе, если я не буду бить сильным, в принципе, возможно, ты ее любишь. Да? Если ты правильно выберешь время. То есть для того, чтобы уйти от этого удара, надо показать человеку, как бы, ложное движение. Как это делать? То есть мы стоим, да? Идем, например, удар. Как ты уже съедаешь? Да? То есть я раз, хоп, и потом указываю в эту сторону. То есть я показываю, иначе, что небольшой, буквально, точек в сторону в сторону, ты начинаешь корректировать соответственно свой удар для меня. Я в этот момент скажу. И второй момент ухода заключается в том, чтобы не ждать удара. когда, вот, я уже ему нашел, ты только начинаешь корректировать. Ты должен уходить еще вот в этом движении, ты уже должен уходить в меня. А вот в меня, как я делаю. То есть, здесь, как бы, вот, ты качнулся, раз, и сразу за меня. Потому что, как я думаю, вы все знаете из практики, что, если ты уже хранитель, например, я раз не достал, а вторая придешь и побольше, я уже достал. Вот. Для того, чтобы, если ты входишь в меня, вот, соответственно, я не знаю, да. Даже если ты так достану, здесь у меня группа шашка, ну вот. Включаю нищий, да. И, в принципе, мы воздействуем на руку. Соответственно, такое вот упражнение тоже можно сделать как одному, так. И, например, вот в предыдущей упражнении, ну, конечно, два человека стоит, да. И один человек между ними ходит, и обоих там прилипся. Так же и это. Один стоит, гоняет, как пучку. Вот. Можете, как пучку гонять одного? Вот. Что, в принципе, это очень здорово, разогревающее упражнение на выносу. Вот. Соответственным образом. Потом, следующее упражнение, наверное, даже упражнение, а самая защита, скажу так. Значит. Как это происходит с щитом 8? То есть вот. Держишь. Держишь. Наносишь. Сверху. Да? То есть щит у нас не делается. Залточим вот там. То есть мы не ставим жесткий блок, но там вот сидели. Вот это вот уже неправильно. То есть он хорошо защищает, но он стоит поднижать. Вот. То есть, во вторых, дает возможность стоить движать, изменения движения. То есть вот ставь вот так вот. Вот. Проваливаться. То есть ситуация уже изменилась. А здесь я тебя просто проваливаю. То есть ты делаешь. Вот. Соответственно, вот. Уложу. Если я не устраиваю. В принципе, я могу тем же образом бить тему. Десять до девушек. То есть я по десяти. Десять до девушек. Когда мы крутим шашку, у нас получается два положения. То есть положение, когда сперва направлено на полосмера, мы, соответственно, можем защищаться. То есть бить. Вот таким вот, как я говорю. Можно сюда защищаться. Можно бить. Сюда защищаться. Вот. Ну, например, получилось так, что я ее крутил, так как я ее вырываю. Ну, а в это время ты вот начинаешь нацветить. То есть тогда мы защищаемся, соответственно, вот так вот. Вот. Либо сюда. Понимаешь, что на плоскость, да? Да, то есть как бы на... Плоскость выдавливаете в сторону. Да, да, да. Да. Частично на лезвие и на краю. Да, да. Здесь надо еще скручивать. То есть шашка как бы скручивается. И главное, чтобы шашка противника не имела остановку. То есть если он бьет сильно, то есть вот ты делаешь. Кто это делает? Нет. Ну, опять признать. Вот. Правильно? Вот. Вот. То есть... Вот так. И пойдем в голову, да? Нужно за меня тренировать, соответственно. Вот домик, соответственно, чтобы этот домик тренировать, делается простое упражнение. Становимся друг напротив друга. Ноги чуть шире плеч. Держим как бы вот у тебя шашка, у меня шашка. Значит, ты бьешь прямой удар тебе по голове. Вот. Я делаю руку. Теперь. Таким же образом можно отрабатывать и вот это. То есть сразу сверху. Ну, ты делаешь вот эту руку. Раз. Раз. На самом деле еще есть... Как бы вот восьмерка идет снизу вверх. То есть обновенно вот. Бей удар, да? То есть вот раз. И я продолжаю движение сюда. Вот. Ты, соответственно, для того, чтобы защититься от этого движения, делаешь восверху сверху. То есть вот ты делаешь вверх. У нас в пустоте, по-моему, вверх. Ты должен именно скользить, то есть вот заходишь и скручиваешь вот таким вот образом. Раз. И отсюда потом по-моему, 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 по-моему. Скажем, нашли. Раз. То есть, чтобы делать этот продукт, я должен делать в пинфермент соответствии. То есть все должно основываться на восьмерке. Все защиты и ответы, скажем. Так и без остановочных движений. То есть раз. Мы выходим в какой-то момент. То есть бьешь, например, сверху вниз. Мы выходим и здесь наносим удар, да? То есть надетым. Здесь, если накопится. Нет. Это у вас жестко. Нет, нет. Здесь и все работаем в этой плоскости. Там и свои. То есть вот здесь, да? Вот в бок не надо уводить. Как только происходит увод в бок, то есть вот, например, я говорю, сверху в бок уводить, да? Не нужно туда. Вот здесь. На крови, ты говоришь, если я должен уйти на секунду, он не кем будет. Здесь открылся, на носке делаем. Значит, следующее, скажем, упражнение, из этой, скажем, серии. Делается в следующем упражнении. Делается, можно встать в цепочке. Вот так. Друг за другом. Друг за другом смотрят затылок. Третий. Значит, бьем и, соответственно, достигнем удар. Например, сверху вниз, да? И третий человек проходит между ними. То есть ты бьешь удар, например, сверху вниз. То есть я там. Сейчас ушел, прошел следующего. И в таком случае вот работал. Смотри, забравить. Давай. Сами, иди сюда. Да, вот так вот. Все бьют без установки. Вот. Вот. Ну, все. Встал в мое место. Работает, и ты постарелся. Давай. Ты бьешь? Давай. Сливы, сливы. Проваливайся. Вот. Вот. Держали. Света. Держи. 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 И опять на следующий. Помимо кинжала, все. Используйтесь, используйтесь, используйте. Продолжение следует...